Всем привет! На связи Сил Юкрейн. В этом видео у нас обзор уставного рюкзака Вооруженных Сил Украины. Рюкзак боевый индивидуальный, сокращенно РБИ. Рюкзак разработан в соответствии с техническими условиями Министерства обороны Украины. По сути, это рюкзак трехдневка на 30 литров. Рассчитан он на то, чтобы содержать в себе предметы быта военнослужащего на три дня, а также некоторые дополнительные оборудования для выполнения различных боевых задач. Пошит рюкзак из нейлона с полиуретановой пропиткой, которая, по идее, должна делать его менее намокаемым. На передней панели мы видим моли-интерфейс для навешивания различного дополнительного оборудования, подсумков и так далее. У нас здесь семь строп ПАЛС, на пяти из них расположено по семь ячеек МОЛЛИ, а на тех стропах, которые примыкают к фастексам, расположено всего лишь пять ячеек. Здесь у нас ячейки имеют ВЕЛКРО для того, чтобы нацепить идентификатор. И также ВЕЛКРО есть вот здесь вот сверху. На боку у нас также присутствует моли-интерфейс. Например, он подойдет хорошо для закрепления, скажем, чехла для малой пехотной лопатки или, например, подсумка с флягой. Здесь мы имеем шесть строп ПАЛС, на каждой из них по три ячейки МОЛЛИ. В днище рюкзака расположен люверс для отвода воды, сделанный из меди. Также здесь присутствуют такие стропы для крепления к дну рюкзака, например, каремата или какого-нибудь тента или, например, мухи. Во время того, как эти стропы не используются, их можно вот так вот удобно закрепить. Задняя часть рюкзака имеет вот такие вот анатомические демпферы, предназначенные для смягчения, во-первых, а также для циркуляции воздуха между телом и рюкзаком. Лямки также смягчены, имеют грудную стяжку, крепятся здесь на фастексы, а вот здесь имеют также вот такие вот притяжки для того, чтобы вы могли притянуть вверх вашего рюкзака ближе к телу. Какой-либо пояс в этом рюкзаке отсутствует. Что странно для современного рюкзака, он имеет всего лишь одно отделение большое. Закрывается оно на зиппер. Также вот здесь вот присутствует такая лямка для того, чтобы можно было быстро открыть рюкзак. Не откроя фастексы вот эти, вы его не сможете открыть даже наполовину. Что мы видим здесь? В основном отделении на задней панели у нас тут отделение для гидратора. Оно застегивается на вот такую лямку и не имеет креплений для подвешивания гидратора никаких. То есть установили гидратор и закрепили отделение вот такой вот лямочкой на велкро. Также мы здесь видим вот такое вот технологическое отделение такое. В этом отделении расположена пластиковая вставка для того, чтобы придать спинке рюкзака жесткости, а также она служит для того, чтобы содержимое рюкзака не впивалось вам в спину. Еще здесь присутствует дополнительное смягчение в виде такого вот карематика что ли. Рюкзак имеет объем 30 литров и вот так вот он открывается подобно чемодану. К сожалению, его еще шире открыть нельзя, что было бы весьма приятно. Во внутренней части есть также вот такие вот петельки. Подозреваю, что они служат для того, чтобы дополнительные какие-то сюда эластичные стропы поставить и крючочками за эти петельки просто содержимое рюкзака притягивать максимально близко к спинке. На закрывающейся части рюкзака у нас присутствуют два кармана объемных на зиппере, куда можно сложить всяческую мелочевку. Карман верхний снабжен люверсом для отвода воды, нижний также снабжен люверсом. Честно говоря, мне бы было намного приятнее и удобнее, если бы хотя бы один карман, в котором будет содержаться всякая мелочь, он был все-таки сетчатый, чтобы я мог без проблем видеть его содержимое. Такая концепция скопирована, скорее всего, из различных медицинских рюкзаков. Для того, чтобы показать, что можно вместить в этот рюкзак, давайте наполним его произвольным содержимым. Фляга, котелок, зимний маскалад, дождевик, то есть мембранка, съемочное оборудование в кейсе, вот такой вот подсумочек и всякая кухонная мелочевка. Как вы видите, все без проблем сюда влазит. Я, естественно, просто показываю, что сюда может поместиться, и на грамотность упаковки это не претендует. Также, если сделать специальные утяжечки, то можно немножечко еще утянуть, скомпрессировать содержимое рюкзака, мягкое я имею в виду, и в нем появится дополнительный объем. Для утяжки рюкзака используются вот такие вот стропы, и ими можно объем рюкзака, который не используется, немножечко сократить, чтобы ничего не болталось. На фастексах, вот здесь вот, предусмотрены еще вот такие вот дополнительные петельки, которые могут позволить вам быстро ослабить или понизить ваш рюкзак, что, в принципе, довольно удобно. То есть, если вы затянули его, притянули, например, под просто ношение сверху на форме, и тут приходится его там надевать на бронежилет, взяли за петельку, потянули, раз, и он у вас ослаб. Спасибо за просмотр, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, если до сих пор этого не сделали, включайте колокольчик и нажимайте все уведомления, также отправьте этот ролик друзьям и в соцсети. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!